Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Можно ли причащаться, если не был навсеночный? Ну, думаю, только очень строгие из батюшек поставят присутствие на всеночной Обязательным, непременным условием причащения Конечно же, в монастырях особенно, да и на приходах сейчас очевидно людям, что богослужение начинается с вечера предыдущего дня Каждый праздник предваряется вечерний А литургия в самый день богослужебный предшествует утренне Ну, уже давно в практике приходской и большинства монастырей Служить вечерню с утренней и с вечера Так, чтобы они уже в совокупности состояли бы в таком последовании, длящемся около трех часов И тогда на утро остается не так уж много богослужебных забот В некоторых храмах читают правила к причащению Третий, шестой час и божественная литургия Это удобно, она может начаться достаточно рано И не будут предшествовать довольно длинные последования утренние И накануне великих праздников служат всеночные бдения Всеночные бдения соединяет вечерню с утренней Возглас, который мы слышим перед утренней, звучит в начале великой вечерни Слава святей, единосущной, животворящей, нераздельной троицы И, конечно же, именно это последование всеночного бдения Наилучшая подготовка к завтрашнему причастию Там содержатся стихиры, описывающие, обнаруживающие содержание праздника Эти песнопения всеночного бдения настраивают человека на покаяние И хорошо во время всеночного бдения, где есть возможность Особенно во время чтения кофизм, поисповедоваться Или после всеночного бдения Так, чтобы уже утро было занято только устремленностью к чаше жизни Внимательной молитвой Последование божественной литургии Которое есть самое главное при уготовлении к святому причастию В некоторых храмах поставлен твердым условием Приступание к чаше Быть с вечера на исповеди А утром священник даже не уходит исповедовать Ну и участвовать активно, молиться за вечерним богослужением Всеночным бдением Это бывает не для всех возможно Вот в чем дело И в нашем Отечестве, знаю практику за рубежом Бывает просто физически невозможно перебраться куда-то из мест обитания к храму Где богослужение заканчивается иногда достаточно поздно И ночевать нет возможности где-то в храме, при храме А возвращаться обратно, с утра быть готовым Особенно если речь идет о многодетном семействе Поэтому, мне кажется, и установлено в качестве распространенного пожелания Три канона с акафистом Они как раз нужны, кажется, тому Кто не имеет возможности молиться за церковным общественным богослужением Посетить все ночные бдения Конечно, эти уже три привычных канона с акафистом Не вполне могут возместить те собственные песнопения Принадлежащие конкретному дню, конкретному празднику Конкретному святому, которому совершается служба Но, тем не менее, они помогают какую-то бодрость молитвенную приобрести Посему сказать, что отсутствие на всеночном бдении является препятствием для святого причащения Я бы не решился, хотя это, несомненно, повод поисповедоваться В том числе в том, что не было возможности соблюсти весь богослужебный чин Весь круг суточный при уготовлении к причастию Но только какими-то келейными домашними молитвами Прибыло совершено приготовление к участию в божественной литургии Но, видимо, исповедь тоже бывает часто перед литургией Во время литургии Может быть, не самая блистательная практика После, когда священник сам же причащается А вот потом в литургии происходит Какое-то, как сказано в апокалипсисе Тишина как бы на полчаса А то и на полтора Батюшка выходит усердно исповедовать И те, кто пришли вовремя на литургию Уже забыли свое молитвенное устроение Хотя и поддерживать пытаются Чтением как раз некоторых последований Но явно, что литургия составлена так Чтобы все было одно за другим Вдохновенно, цельно Священнику удобно Сразу после молитвы Отче наш Совершив колено преклонение Братские лапзания С сослужащими иереями, диаконами Приступить к чаше жизни А вот мирянам, если приходится дожидаться Выноса чаши из царских врат Еще долго Конечно же, это составляет Я бы сказал, какой-то особый подвиг Не столько молитвенный Сколько тренирующий терпение Чтобы не потерять вот этого Накала литургической молитвы Жажды единения с воскресшим Христом Но, в общем, надо, думаю, во всех этих обстоятельствах Свои смущения и огорчения Исповедовать служащему священнику И как-то устраиваться так Чтобы часто и благодатно Причащаться к животворящей святыне Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!